Сейчас Адагум полноценной рекой в районе Крымской и назвать сложно. Еще труднее представить, что год назад вода здесь шла страшным потоком, волной перехлестывая этот автомобильный мост на 2 метра. Полторы тысячи кубометров в секунду, когда максимальная пропускная способность русла была всего 250 кубометров. Несколько месяцев упорной работы. Ученые и строители с оглядкой на природу меняли ландшафт. Русло расчистили. Вывезли 3 миллиона кубометров грунта, чтобы трагедия не повторилась. Весна в горах была засушливая, зато в начале июля в крае несколько дней подряд шли дожди. Обильные осадки выпали и в Крымском районе. Но ситуация в руслах рек и на водохранилищах в районе Крымской и Новороссийской остается спокойной, докладывает губернатору глава департамента по чрезвычайным ситуациям. Спокойно спустя год после трагедии и в самом городе. Год назад, как раз через неделю после трагедии я здесь была. Не узнаю, не узнаю этих мест, не узнаю все, ну как будто ничего не случилось. И главное, что люди спокойные. Вот нет уже той беды, которая была тогда в воздухе. Очень радует, что всего за год вернули людям покой, вернули уверенность. Большинство семей и тех, кто после наводнения лишились жилья, уже справили новоселье. Кто-то в новом микрорайоне с говорящим названием «Надежда». Причем новостройки здесь еще появятся и не одна. Но раньше всех новые квартиры получили жители микрорайона «Озерки» еще в августе 2012-го. Прошел год, район благоустроили, теперь здесь ждут открытия детского сада. Давайте постараемся, чтобы действительно был не только хороший проект, как я вижу сегодня на самом деле, но и внешне, да, и хорошие тона, цвета. Был красивый, действительно, такой детский, уютный, теплый. Радовал родителей, да? Ну и детей, конечно. Родители, конечно, в первую очередь. Родители. Не подведем. Срок вообще до 15 апросто. Строительно-монсажные работы закончат. В рабочем графике главы региона поездка в Крымск – пункт обязательный. Ткачев внимательно следит за тем, как восстанавливается и меняется город. В сентябре месяце мы уже будем сдавать его. То есть будет очень красивый, нарядный и удобный, я надеюсь. У нас 120 мест, так что рожайте, дорогие мамочки. Как живется здесь? Хорошо. Это нам прекрасно. От них нам очень нравится. Нравится? Классиры просторные. Очень хорошие детские площадки для деток. Очень хорошие. И чисто, и беседки. Все. Везде все чисто там. В годовщину трагедии на открытие памятника в Крымск приехали многие из тех, кто с первых дней наводнения работал здесь волонтером. Елена Денисова пришла с дочкой, а в прошлом году она вместе с другими волонтерами опекала детей-подтопленцев. Александр Бурмак в Крымске был со штабом Темрюкского района. Говорит, тогда он понял, людей, готовых прийти на помощь, в нашей стране много. Эта стела должна была быть и является символом борьбы со стихией и напоминанием о том, что произошло. Малыши Татьяны Дмитрияди уже начинают разговаривать. Полгода назад семья вернулась в свой дом после капитального ремонта. Два с половиной метра воды в доме было. Двое маленьких деток у нас. Семь месяцев он тогда был, а вот спасались. Мы жили, все нормально. Плачущая бронзовая мать. Колокол и стены, по которым скатываются слезы. Крик боли и силу памяти о тех, кого не вернуть. На памятнике высечены 156 фамилий. Столько же белых голубей выпустили в небо Крымска. Вынести такое испытание, которое выпало на долю крымчан, выше всяких человеческих сил. Вместе с вами скорбим, вместе помним. Пройдут годы, город будет жить, развиваться. Жители будут работать, расти детей, верить, любить, надеяться и помнить все тех, чьи жизни унесла беда. Мы должны помнить каждого, знать всех по именам, кого стихия погубила этой ночью. Почтим память погибших минутой молчания. Почтим память погибших минуты. Здесь присутствуют представители районов нашего края. Волонтеры, добровольцы, казаки. Мы снова вместе. И я хочу от всех крымчан, жителей Крымского района, сказать вам слова благодарности. Низкий вам поклон. Это страшно было. Коснулось каждого. Слава Богу, в моей семье никто не пострадал. Все живы, здоровы. Но очень многие знакомые есть, кого сейчас уже нет. Это очень тяжело. Хорошо, что вот есть люди все рядом. Много помогали, много. Вся страна. Рядом, все вместе, как переживали беду в июле 2012-го. Жители Крымска возлагали цветы, зажигали свечи, молча, подолгу стояли у памятника. Не расходились. Как будто почувствовали здесь они не один на один со своими воспоминаниями. И каждому стало легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова